Помоги другу Облако, лапша готова? Иду, иду Вот, прошу А где моя? Уже иду Дети, смотрите и учитесь Господин художник, вы будете есть лапшу? Нет, конечно Я научу вас помогать людям Это очень важно и полезно Облако, облако У тебя сегодня столько дел Раз грома нет, то может мы тебе поможем? Буду очень признателен тебе, художник Ну что ты? Облако, где мой чай? Я принесу облако, не волнуйся Иду, иду Спасибо Официант, я хочу пить Иду Прошу, приятного аппетита Мне тоже, пожалуйста Конечно, приятного аппетита У учителя классно получается Две порции Несу Горячо-то как Прошу вас Я тоже так хочу Видите, дети? Вот как нужно помогать друзьям Да, учитель, это так здорово Помогать нужно всем, это делает людей счастливыми Я с голоду умираю Потерпите Я других обслуживаю Давайте я Брэд идет на помощь Стой Я тоже могу Эй, я Вы Вы Как дела, малыши? Художник Суп же горячий Ну что ты вытворяешь? Простите Я обожглась Я Я подержу Я быстро, как молния Мои крылья Вы посмотрите, мокрый петух Художник Так вот чему ты учишь детей Горячо Я не удержу И почему я такой маленький? Что это? Что тут у вас происходит? Облако Прости меня Ничего страшного До скорого Смотрите-ка, там дым идет Наверное, чародей готовит лекарства Идемте к нему Может, ему нужна помощь Отличная мысль Идемте Да А вот и он Доктор чародей Мы пришли вам помочь Привет, дети А ведь помощь мне и вправду не помешает Я хочу разжечь огонь, но у меня не получается Понятно Мы тебе поможем Плохо дело Нужно что-то сделать с этим дымом У меня есть идея Отойдите Я все улажу Стой Это масло, а не вода Брат Прячьтесь Скорее Нужно потушить огонь Скорее Вперед, друзья Вы здесь Добрый Помогите Потушите огонь Тушите Тушите Возьмите воду из бочек В воду Сейчас Вода Мы идем Скорее Мне не хочется быть жареным Мы потушили пожар Теперь мой дом загорелся Несите воду Скорей Художник Это ты во всем виноват Чародей Убирайся отсюда Бежим Бежим Скорее бежим Поджигатели Бессовестные Кажется, он разозлился Ужас Ребята Что это с вами случилось? Вы плохо выглядите Мы хотели помочь доктору-чародею разжечь огонь А получился пожар Это было ужасно Правда? В другой раз будьте осторожней Гром Ты разносишь еду? Да Хочешь, я тебе помогу? Мы тоже Господин художник сказал, что мы должны помогать И нам это нравится Я так и понял Отнесите-ка это в ресторан Тени Спасибо Как пахнет Гром, можешь на нас положиться Вам не туда стойте Ну ладно, сами разберутся Куда это дети пошли? Ты не знаешь? Они вызвались мне помочь, но пошли не в ту сторону Помочь? О нет Стойте А что такого? Как это здорово Вкусно Вы? Господин художник, бежим А ну стойте А ну стойте Да уж Помощнички нашлись на мою голову Эй вы, а ну стоять Операция «Помоги другу» была просто ужасной затеей Господин художник, вы же говорили, что сдаваться нельзя А сами сдаётесь Как же это так? Господин художник, на вас это не похоже Мы ещё не закончили, другим тоже нужна помощь Вы больше никому не будете помогать Пожалуйста, поверьте в нас Идёмте, может быть, Тени нужна наша помощь Нет, нет, только не это На помощь Господин художник упал в колодец Господин художник Господин художник, мы вас вытащим Поторопитесь, или я утону Сейчас Скорей, скорей Лу, ты с ума сошла? Я наполню колодец камнями, вода поднимется, и вы сможете вылезти наружу А ему по голове попало, дай-ка мне Дрюфель, что ты делаешь? Спасаю его Поднять уровень воды можно и с помощью воды Я знаю! Господин художник, я бросил вам ведро Забирайтесь в него скорее, и мы вытащим вас Ладно Что случилось? Дрюфель, помоги мне скорее Тяните, 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 тяните Ура, получилось! Неплохо Это был превосходный пример оказания помощи, дети Просто превосходный Господин художник, вы не шутите? Мы правда помогли вам, господин художник? Вы мне жизнь спасли, вы просто герои Я не чувствую себя героем Нет, ты самый настоящий герой Как же я устал Вот бы мне кто-нибудь помог Мы тебе поможем! Да уж, они помогут Могут Субтитры сделал DimaTorzok 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 его как храбрый воин и он исчез как будто бы растворился я глазам своим не поверил то есть он просто исчез представляешь мне самому стало ужасно интересно поэтому я обошел весь зодиаквей и нашел воришку на мосту я к нему подобрался и столкнул его в реку теперь будет знать как воровать в нашем городе да ты же настоящий герой странник зодиаквей может тобой гордиться ты наш герой точно мы будем брать с тебя примеры тоже станем героями твоем подвиге узнает весь город странник я развешу плакаты с этой истории твоим портретом шалун только сделай мой портрет побольше странник ты наш герой легенда тебе будут жить вечно спасибо спасибо друзья до скорого герой пока день уже должна была вернуться где и носит уже обед где она надеюсь с ней все в порядке где же ее носит нет мне нужно найти ее пусть только вот где ее искать день ну где же ты но я не сомневаюсь что твой героический подвиг приведет ее восхищение и она тебя похвалит странник ты меня слушаешь что это с ним защитник я польщен твоим вниманием странник защитник ты случайно не видел тень я не видел ее с прошлой ночи она куда-то пропала пропала ты не видел ее тень дай подумать знаю кажется прошлой ночью я видел ее на городском мосту на городском мосту так я тоже был там интересно почему я ее не видел не волнуйся она скоро вернется в конце концов наша тень ужасно грозная это точно с ней лучше не связываться наверное она уже давно в ресторане надо возвращаться тень где ты ты здесь не отвечает может она во дворике тень никого нет тень она не вернулась нужно ее найти знаю надо организовать поиски все вместе мы найдем ее ух ты герой странник я слышал ты столкнул вора с моста это потрясающе расскажи поподробнее к сожалению история на плакате слишком лаконичная ну расскажи подумаешь ерунда художник ты случайно не видел тень не могу ее найти нет я ее не видел все мне пора пока сейчас девять часов и все спокойно в городе спокойно сейчас девять часов и все спокойно в городе спокойно тень где же ты я весь день тебя ищу и найти не могу но все надоело мне тебя искать раз уж ее нет то я пожалуй напью сидру в волю и никто не будет на меня орать и шипеть вот ведь здорово я не виноват что ты решила бросить ресторан и самое главное свой сидр я величайший герой этого города с какой стати я должен заниматься твоим рестораном не буду я больше тебя искать буду делать все что захочу о нет минуточку что это такое нет 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 невозможно так не бывает нет 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 не может быть так успокойся 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 если она поняла что это был я то мне конец тень убьет меня надо все исправить я сорву все плакаты и все будет хорошо шалун в кои-то веки меня зауважал а что если они все узнают что о нет не может быть интересно сколько он всего плакатов повесил а я с ними не управлюсь что мне делать прости странник я не заметил тебя герой ты уж извини меня герой какой я герой я ничего такого не сделал смелый и скромный воистину ты достоин восхищения ну зачем мне ты так истишь гром мне просто повезло понимаешь это было просто совпадение что это с ним такое творится интересно откуда ушел он от деньги на все эти плакаты он ими весь город обклеил ну вот с плакатами покончено теперь можно и сидру выпить что тень вернулась если она видела плакат и мне конец что же делать вот уж точно повезло рад что ты вернулась тень спасибо что здесь а ну покажись а моя конфетка странник верни мне конфетку обезьяна ну иди сюда шеф эпсилон и доктор чародей а вот и наш героический герой да это он героический герой я я обычный гражданин просто я осознатель а я говорю герой и очень скоро ты войдешь в историю прошлой ночью мы с трюфелем играли на мосту и упали в реку к счастью рядом была госпожа тень она спасла нас а ну ка повтори что повторить что наша тень настоящая героиня я выползла на мост чтобы перевести механи и вдруг на меня напали и столкнули в реку а теперь все понятно так вот почему ты вчера была на мосту ты тоже там был нет не был так мимо шел шел мимо шел мимо тогда может быть ты объяснишь мне вот это их напечатал шалун не юли обезьяна это ведь ты напал на меня на мосту и после того как я спасла детей погоди это недоразумение не надо недоразумение что-то мне не верится тень мы еще увидимся кому конфетку идем трюфель идем а что случилось я больше не буду нападать сзади я об этом позабочусь художники Джан Гадзин Фэн Сентун Люй Туань и другие композитор Лю Лэ на русский язык фильм озвучен по заказу компании Централ Партнершип в 2011 году это он он к это он Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кто храпит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты в порядке? Ужасно холодно. Снег идёт уже целый месяц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы... Вы это слышали? Похоже, кто-то храпит. Да, кажется, ты прав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чудовище! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая в этом году холодная зима. Надеюсь, из-за таких небывалых морозов никто из горожан не пострадает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, два пациента. На что жалуетесь? Мне бы лекарство от простуды. От простуды? Что ж, лучше акупунктуры лекарства нет. Расслабьтесь. Нет, извините, это сонная точка. Ошибочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять не ту точку нашёл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пардон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, уснули. Ну, кто так храпит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тише! Я с ума схожу! Вы не представляете, как это раздражает. Хватит храпеть! Как будто вулкан извергается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там не бывает таких холодов. Торопитесь в тепло. Сейчас самое время для поездки на остров Комаров. Хе-хе-хе. Наша турфирма предлагает скидку на путешествие на остров Комаров. В последнее время я почти не сплю. Может, и вправду куда-нибудь съездить. Этот храпун мне опять спать не давал. Думаю, лучше мне отправиться куда-нибудь. Ну, конечно. На острове Комаров сейчас настоящий рай. Там тепло. Я пошёл домой. Кто же так храпит? Ты мне бизнес погубишь. Пожалуйста, хватит храпеть. Смышь, кто же так громко храпит? Кто это? Ой! Эй, ты! Ты ещё об этом пожалеешь? Хе-хе. О, небо! Боевого тигра лучше не раздражать. Хуже, чем землетрясение. Странно, что дома ещё стоят. Невыносимо! С этим нужно что-то делать. Я сам себе поставлю иглы. Не получается. Не могу уснуть. Придётся принять лекарство. Может, хоть оно поможет. Ни днём, ни ночью мне нет покоя. Может, самому съездить на Остров Комаров. Странное название. Остров Комаров. Может, там и вправду рай. Там сейчас тепло. Я немедленно туда отправляюсь. И как хозяин турфирмы, я сам себе сделаю скидку. Наконец-то я избавлюсь от этого храпа. Что же это? Из-за этого храпа я опять всю ночь не спал. Теперь я не смогу нормально работать. Когда же это кончится? В конце концов. Капкан, открой дверь. Капкан. Открывай же. Ты нам нужен, сделай что-нибудь. Капкан. 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 Помоги нам. Весь город не может нормально спать из-за этого храпа. Привет. Простите, что не открыл раньше, но я в последнее время плохо сплю. Так мы вам нужны? Приятно это слышать. Работа помогает забыть о бессоннице. Так этот жуткий храп и на вас подействовал. Невозможно работать, правда? Вы его тоже слышите? Не только слышим. Из-за него мы не можем ни спать, ни нормально работать. Так значит, от этого храпа пострадал весь город. Вот именно. Я думаю, это легендарный небесный шум. Это ужасно. Мне нужно подготовиться к возможному бою. Вы должны покончить с этим. Найдите того, кто храпит. Стойте. Я вот не понял. А в чём, собственно, наша задача? Как в чём? Найти проклятого храпуна. Капкан! Помоги мне! Ласка! Капкан! Странник? Здорово. У нас ещё одно дело. Вы представляете? Тень куда-то пропала. Что? Тень пропала? Я пару дней проспал в ресторане, а сегодня утром проснулся и не мог её найти. Спокойно, Странник, спокойно. Всё будет хорошо. Сейчас мы обыщем её ресторан. Тень! Тень! Разделяемся? Тень! Где ты? Тень! Где же ты? Тень! Её здесь нет. Тень, как ты могла оставить меня без зарплаты? Я ведь твой работник, ты забыла. Я работаю, не покладая рук, не разгибаясь. Тень, ну куда же ты пропала? Змея несчастная! Тень! Ну, начинается. Капкан, мне кажется, что храпун находится где-то здесь. Капкан? И здесь он особенно громкий. Я поняла. Храп доносится вот из этого странного кувшина. Ласка, только без глупости. Госпожа Тень! Ну вот, всё выяснилось. Теперь отдохнём. Этот кувшин усиливает звук. Вот почему было так громко. Так во всём виноват кувшин? Субтитры создавал DimaTorzok CAD Субтитры создавал DimaTorzok Bij ARдимир О capsnat Оrган четвертых Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Шалун наставник Итак, дети, экзамен состоится завтра Бедняжки! Вечно у них какие-то экзамены Господин художник, вы сказали, он... Завтра? Экзамен? Да, ребята, именно завтра Так мы же его только что сдавали Так не честно Как мне надоели экзамены Прошу прощения Вы забыли, что экзамены – это очень важно Вы должны сдавать их, чтобы проверять свои знания А знаете что? Если получите хорошие оценки, мы пойдем в ресторан Тени И я угощу вас гороховыми плюшками Гороховые плюшки! Гороховые плюшки? Нет, спасибо Не забудьте, что завтра утром экзамен Готовьтесь, дети Вам это пригодится Художник! Художник! Шалун, как поживаешь? Художник! Когда у тебя не снова будут неуловимые гороховые плюшки? Я каждый день пытаюсь их купить, а они заканчиваются На то они и неуловимые Художник, давай заключим сделку Сделку? Какую сделку? Я подготовлю детей, и если они получат хорошие оценки, ты угостишь меня неуловимыми плюшками Как тебе? Согласен? Ладно, договорились Ну что же, Шалун, за работу! Идемте играть! Привет, дети! Я помогу вам подготовиться к экзамену Но мы не хотим готовиться, мы хотим играть Побежали! Стоять! Куда? А ну, стоять! Вы бы хоть попробовали? Не хотим Вы ведь прекрасно знаете, что экзамен уже завтра Да ну! Ерунда! Я его не боюсь Я его и так сдам А гороховые плюшки? Разве вы их не хотите? Я их не люблю, у меня от них спинка чешется Я раньше их любил, но потом я их переел, и теперь просто терпеть не могу То есть вам нет никакого дела до ваших оценок, так что ли? Пошли играть скорее! Ну его! Идемте! А ну, прекратите! Слушайте меня! Никаких самолетиков! Если вы немедленно не сядете за уроки Я вам обещаю, что вы об этом очень пожалеете Доставайте ваши тетрадки! Сейчас будем готовиться к экзаменам, ясно? Да-да! Я помогу вам получить самые хорошие оценки, друзья мои! Что? Что это вы делаете? Ты под обстрелом! Не попал! А я попаду! Повторение развивает нашу память Выберите предложение и перепишите его несколько раз подряд Все ясно? В чем дело? Боростенок и его друзья Розмарин и Лили А у меня печеные яблоки Я сказал переписать! Переписать! А вы почему рисуете? Мы любим рисовать Шалун, а что повторение помогает всем-всем и всегда-всегда? Да? Всем? Ты сказал, что здорово все запоминаешь Расскажи нам, как ты это делаешь? Вам интересно, да? Люблю любопытных учеников Ладно, я расскажу вам кое-что про методику запоминания образов Запоминание образов? Да, наши глаза помогают нам запоминать предметы А как? Вместо того, чтобы Несколько раз слушать рассказ про какой-то предмет Можно внимательно посмотреть на него И запомнить детали Это и есть запоминание образов Мы знаем, что такое яблоко, потому что не раз его видели Поэтому мы можем вспомнить, какое оно, даже если оно не будет лежать перед нами Верно? И еще нужно помнить про амафоны Амафоны? Это слова, которые звучат одинаково, но имеют разное значение Например, пруд, как водоем И пруд, как веточка Их можно встретить в одном предложении Например, вместо озера пруд, вместо удочки пруд Вместо озера пруд, вместо удочки пруд Как интересно Конечно! Теперь вы понимаете, что учеба не обязательно бывает занудной Учиться – это здорово Так что дети ради ваших... Нет, ради моих гороховых плюшек готовьтесь к экзамену Да! Да, только нам эти приемы не помогут Ну, как же так? То есть я зря вас им обучал? Я в это не верю Так, теперь посчитаем На столе четыре горящих свечки Одну задули, сколько осталось? Это очень просто Осталось три свечи Братис Шалун, ты не прав Осталось четыре свечки Просто одна не горит Свечки – это свечки И неважно, горят они или просто стоят Вы оба правы, но вспомните, я сказал четыре горящих свечки А не просто четыре свечки То есть каждый видит свое решение И каждый будет по-своему прав Верно, ты права Если дать объяснение, то можно найти несколько решений Да, именно так Шалун, а как узнать, который из ответов верный? Любой из ответов будет верным Если, конечно, его должным образом объяснить Шалун, а как тогда узнать, что кто-то дал неверный ответ? Если я нашел один ответ, но ты другой Значит, мой ответ верный, да? Это ты так считаешь Но другие тоже уверены в своей правоте Шалун, все это так сложно Можно нам теперь поиграть? Можете играть Но только если вы уверены в том, что вы готовы к экзамену Если вы в этом не уверены, то вам стоит еще позаниматься Давайте поучим слова Где у вас словарь? Где же словарь? Ну, где же он? Где он? Никак не могу его найти Так, посмотрим здесь И вот здесь Это? Нет? Может, это? Ну все, хватит смеяться Уже совсем поздно, а мы ничего не успели Вы думаете только об играх Боюсь, о гороховых плюшках останется только мечтать А плюшка? Так мы же их выкинули Вы выбросили плюшки? Ты же сказал, что мы ничего не успеваем Ура, пошли играть Пошли играть, пошли! Ну и ладно Идите, делайте, что хотите Здорово, ура! Ух ты, сколько сегодня звезд Смотрите, смотрите, эти звезды похожи на большой ковш Это созвездие Большой Медведицы Да, а я вижу небесного водоноса Это созвездие Водолея Шалун, а почему эта звезда больше всех остальных звездочек? Вообще-то это наша луна, дружок Шалун, посмотри туда! Падающая звезда! Пожалуйста, сделай так, чтобы мне достались плюшки Батя Шалун, а что ты делаешь? Я загадал желание, и оно исполнится Дети, загадывайте желание Правда? Звездочка, звездочка, я хочу красивую юбочку А я хочу телегу печеных яблок Разве это желание? Тоже мне смех какой-то Звездочка, я хочу быть взрослым и поскорее Взрослым? Разве это возможно? Откуда ты знаешь, возможно это или нет? Ты же не звездочка Я пытался их хоть чему-нибудь научить Надеюсь, они получат хорошие отметки Почему они не закончили? Ну что? Ну что? О нет, вы завалились! Шалун, ты знаешь, мы... Мы набрали сто баллов! Сто баллов... Что? Сто баллов? Отлично! Вы молодцы! Я получу плюшки! Слушай, Шалун, мне ужасно жаль Но Тень закрыла свой ресторан на месяц, так что... Что? Шалун! Художники Джан Гадзин, Пэн Сентун, Люй Туань и другие Композитор Лил Ле На русский язык фильм озвучен по заказу компании Central Partnership в 2011 году МИН КОМпозитор Субтитры делал DimaTorzok Детский день Вы хотите детский день? Да, и чтобы его все соблюдали. Потому что нам нужен полноценный выходной. Точно, точно. Еще нужны подарки. Художник, что скажешь? Будем исполнять желания детишек или как? Они очень прилежно учатся. Так что, я думаю, выходной они честно заслужили. Ты прав. Делу время, но и потеха тоже должна быть. Это я как учитель говорю. Ура! У нас будет детский день! Мы сможем целый день играть и веселиться! А еще нам подарят подарки. Принеси мяч, Ло! Пасуй мне, пасуй! Брат! Отними мяч, если не слабо! Чтобы мне подарить детям, я должен сделать им совершенно особый подарок. Принеси мяч, Ло! Уже иду! Ну, ты тормоз! О, нет! И я победил! И не мечтай! Мяч сдулся! Это мой любимый мячик! Может, им подарить новый мяч? Раз уж они так любят футбол! Не скейтборд, а деревяшка какая-то! Ужас! Не хочу на нем кататься! А давайте кататься на нем понарошку! Прекрасная идея! А ты уверен, что получится? Мой подарок должен быть намного круче, чем у Шулуна и художника. Что они тут делают? Надо посмотреть! Смотри! Вот так все может получиться! Учитесь! Она же не движется! Досками раскидались! Ничего себе игры у детишек! Вы все неправильно делаете! Нужно делать вот так! Кролик Брэд! Здорово, правда? Брэд, осторожно! Что ж, зато я понял, что им нужно. Скейтборд. Какая красивая! Идите скорее сюда! А это еще лучше! Никуда вы не улетите! Вы мне нужны на биологии! А ну-ка идите ко мне! Как же мне надоело! Да уж, Брэд, я тоже никого не поймала! Да, это не так уж и просто! Отличная идея! Скорее сюда! Тут еще одна! Я подарю им сачок для бабочек! Думаю, они обрадуются! Тише! Не спугни ее! Лови ее! Я поймал! Я поймал бабочку! Покажи, Трифель, покажи! Вот еще! Дай посмотреть! Да, дети всегда остаются детьми. Сегодня детский день. Мы радуемся тому, что мы дети! Сегодня взрослые будут выполнять все наши требования. Как и мы выполняем их требования. В обычные дни пусть побудут на нашем месте. А что, если они не будут нас слушаться? Как это что? Как это что? Мы будем реветь, пока они не согласятся. Привет, дети! Мячик! Ура! Вот здорово! Пошли играть! Ой, как спина болит! Привет, детишки! Смотрите, что вам принес дядюшка-странник. Скейтборд! Класс! У меня есть скейтборд! Мой собственный! Поехали! Здорово! Дети, а что вам принес ваш учитель? Смотрите! Это сачок! Вот здорово! Ну что, какой подарок вам понравился больше всего? Больше всего? Ну... Вам ведь понравился мячик? Скажите, что скейтборд гораздо круче. Этот мячик никогда не лопнет. Молод двое суток над этим скейтбордом работал. Футбол развивает скорость и силу. А скейтборд развивает ловкость. Понятно? Мой подарок круче! Неправда! Мой круче! Ну, хватит уже. Послушайте лучше меня. Лично я думаю, что сачок гораздо лучше, чем мяч и скейтборд. И его подарил я. Мой подарок лучше. Нет, Май лучше! Нет, Май лучше! Май лучше! Май! 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 Прекратите, хватит! Вы забыли, что сегодня детский день. Вы в курсе, что вы нам праздник испортили? Вот именно! Послушайте, у нас праздник. Вы должны нас сегодня радовать. А вы что делаете? Так мы вас и радуем? Очень радуем. Вы получили подарки? Ну да. Но если вы не остановитесь, то мы начнем реветь, ясно? И будем реветь до ночи. Что будем делать? Художник, что скажешь? Будем мы слушаться. Или не будем? Сегодня их день. Я думаю, невелика будет жертва, если мы их послушаемся. Они это заслужили. Когда я был школьником, нам задавали гораздо меньше, чем им. И я все равно мечтала о выходном. Я считаю, мы не должны их расстраивать. В конце концов, сегодня их день. Вы согласны? Ладно. Сегодня мы будем их слушаться и всячески радовать. Дети, мы устроим для вас потрясающий праздник. Ура! 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 Кажется, с меня хватит. Да, с меня тоже. У меня больше никаких сил не осталось. И откуда у детей столько энергии? Здорово. Только вот ноги ужасно гудят. Как я устав. Я тоже. Надо, чтобы нам сейчас сделали массаж. Отличная мысль. Эй! Куда это вы? Кто отстанет, тот балбес. Стоять. Вы не думайте, детский день еще не закончился. Нет, нет. Какой массаж изволите? Легкий или серьезный? Здорово. По-моему, чего-то не хватает. Музыки и танцев. Шалун споет. Для нас, а господин художник исполнит балетный танец. Круто. Что? О, нет. Как же мне нравится кататься. Здорово. Хороший день. Мне тоже понравился. Странник, ты пришел вовремя. Давай играть. Странник, давай ловить бабочек. Это классно. Покатайся со мной на скейтборде. Отпусти, отпустишь ты. Чего? Сегодня у жене детский день. Вчера был хороший денек. Теперь его целый год ждать придется. Не болтайте на уроке. Да. Музыка. Покатайся. Вчера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...